Добрый день, дорогие друзья! Всем вам желаем мира и утешения от Господа. Сегодня мы коснемся очень непростой темы, бедствия и тяжелые испытания, которые попущены Богом так или иначе за грехи отдельных людей или целых народов. Как нам себя вести в такие периоды? Конечно, дорогие друзья, я постараюсь говорить не от себя, а цитировать людей действительно мудрых, которые сами во время своей жизни через многие испытания прошли. В частности, преподобный Паисий Святогорец, которого мы достаточно часто во время наших бесед с вами цитируем, вы легко можете это место найти и дома сами прочитать. Первый том его произведений, самая первая глава. Ему задают вопрос сестры монастыря Сурати. «Геронта, мы слышали, будто вы сказали кому-то о том, что будет война. Это правда?» Старец отвечает. «Я-то ничего не говорю, а вот народ говорит все, что ему вздумается. И даже если я что-то знаю, кому я буду об этом говорить?» Вот обращаю ваше внимание, возлюбленные. Преподобный четко проводит линию, что я, даже если что-то знаю, кому буду говорить? Кто? Кто в состоянии вместить слово? И далее ему задают вопрос. «Война Геронта – это такое варварство?» Преподобный отвечает. «Если бы люди не облагородили грех, то они не дошли бы и до этого варварства. Но еще большее варварство – нравственная катастрофа. А люди разлагаются и душевно, и телесно». То есть, обратите внимание, человек, а, кстати, преподобный Паисий, святогорец во время своей молодости, во время служения в армии, как раз застал время гражданской войны в Греции. То есть, что такое война между усобницей, кровь, страдания, слезы? Преподобному Паисию все это было очень хорошо известно. И вот он обращает внимание на вопрос, что война – это такое варварство. Он обращает внимание, что облагородить грех, если бы люди грех не облагородили, когда грех не стал бы нормой в жизни людей, то и не дошли бы до такого варварства, как война. Зачитаю вам, дорогие друзья, из миссионерских писем святителя Николая Сербского, который также за свою очень непростую жизнь, жизнь страдальческую, а кто из вас знаком более-менее с его биографией, он даже был одним из тех двух святителей, которые попали в концлагерь Дахау и претерпел там страдания. Письмо 271-е одному писателю о войне. Послушайте, пожалуйста, что пишет человек, который на опыте знает, что пишет. «Вы сердитесь на меня за то, что в книге «Война» и Библия» я пишу, что Господь попускает войны по человеческим грехам, так же, как голод и мор. Все, что я писал, писал не по своему разумению, а по священному писанию. «Ни один человеческий разум не в состоянии объяснить всю совокупность того зла и горя, которое названо одним коротким словом – война. Не может объяснить того и мой разум, но все объясняет и освящает, как яркое солнце, священное Писание Божие». Вот обратите внимание, святитель признает, что и мой разум не в состоянии объяснить и осветить ту совокупность горя, которая названа одним коротким словом – война. «Господь устами пророка Нафана говорит царю Давиду, восставлю против тебя семя твое и упрочу царство твое». Но говорит он и далее, что «если что злое соделает твое потомство, накажу ударами сынов человеческих». То есть Господь ему говорит, «Я восстановлю твое семя после тебя и царство твое упрочу, но за беззаконие повергну ударами сынов человеческих». Наверное, не нужно сейчас очень подробно рассказывать, кем был святой царь и пророк Давид. Дорогие друзья, кто из вас, ну, более-менее, принадлежит христианской традиции, вы можете почитать «Житие святого пророка Давида» и узнаете, что за свою жизнь святой царь и пророк Давид испытал очень много горя. Почти всю землю Израилю исходил с востока на запад и с севера на юг еще до того, когда он стал царем. И сколько из-за своего грехопадения он понес «Наказание от врачущей десницы Божьей». И вот его 50-й псалом, вот это бессмертное произведение, где он излил свою боль, свое покаяние перед Богом, где в словах 50-го псалма говорит, что «Грех мой предо мной есть выну, мой грех предо мною всегда». Продолжу дальше чтение святителя Николая Серского. Что означает удары сынов человеческих, если не война? И исполнилось Слово Божие. Сын Давидов Соломон и сын Соломонов Равам сотворили злое пред лицом Божиим. И вышел царь египетский Иисус Аким против Иерусалима и взял сокровище Дома Господня и сокровище Дома Царского. Все взял. Третья книга царств, 14 глава, 25-26 стихи. Вы спрашиваете, как Господь может попустить такое несчастье людям, где же Его благое учение? На бумаге. Если бы оно было начертано в сердцах человеческих, люди жили бы в мире. Укрепите совесть и сократите военные расходы. Старайтесь, как член церкви, очищать мир от неправды и беззакония, и угроза войны растает, как туман. Ибо насколько бессмысленно призывать жителей города, в котором свирепствует чума, станьте здоровыми, настолько же бессмысленно кричать «Мир, мир!», а жить в греховной нечистоте и безнравственности. Здоровье само придет в город, когда он будет очищен от греховной заразы. И мир придет к народам, когда они очистятся от чумы и безверия греха. Иначе на нашей крике «Мир и мир» отзовется не мир, а война. Вот такое пронзительно точное, глубокое письмо святителя Николая Сербского. Письмо 271. Также, дорогие друзья, хочется для укрепления вашей веры, для вашего утешения, зачитать еще одно письмо святителя Николая Сербского. Русскому священнику о беспокойстве за церковь. 280-е письмо. Святитель Николай пишет адресату своему письма. «Не нужно беспокоиться, нужно ревностно трудиться. Трудись и ревнуй об истине и святыне Божией и возложи все свои заботы на Господа. Он требует от нас только того, что в нашей власти. Сказал Спаситель, Кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть?» Евангелие от Матвея, 6 глава, 27 стих. «Давайте с полным доверием к Спасителю исполнять возложенные на нас обязанности и не беспокоиться о том, что будет или что могло бы быть. Капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства». Подчеркиваю, дорогие друзья, и очень вас прошу и призываю вас, дорогие мои друзья, кто желает, запомните эти мудрые слова святителя Николая. «Капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства». «В особенности не следует отчаиваться из-за Церкви Божией. Если чему-то на свете обеспечена окончательная победа, это победа Церкви Христовой, и врата адова не одолеют ее», — сказал Господь. Евангелие от Матвея, 16 глава, 18 стих. «Святитель Григорий Двоеслов, описывая состояние Церкви своего времени, сравнивает ее со старым разбитым бурями кораблем, в котором со всех сторон заливается вода, ибо доски его прогнили и расшатались от волн, бьющихся от него каждый день. Это были времена тяжких испытаний, голод, эпидемии, смятения, отчаяния, войны, которые привели в упадок земледелия. Люди не хотели создавать семьи, потому что думали, что наступает конец мира. В этом состоянии находилась Церковь 12 веков назад». Когда святитель Николай писал 12, сейчас уже почти 13 веков назад. «Но конец мира не наступил. Положение исправилось, Церковь утвердилась. Если бы кормчим Церкви был человек, она погибла бы от бурь, но кормчи ее, и тогда и теперь всемогущий Дух Божий. Мир тебе и радость от Господа». Вот такое утешительное наставление святителя Николая Сепского. И главное, еще раз, дорогие мои друзья, слова, на которые хочется акцентировать внимание. Святитель Николай пишет, что «капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства». Есть хорошая традиция. Опять-таки, по совету преподобного Паисия Святогорца некоторые псалмы Давидовы читать во время тяжелых испытаний. Моровые болезни, войны, междоусобицы, кровопролитие, всевозможная несправедливость, которая творится на земле людьми, людьми и по нашим же грехам. И те псалмы Давидовы, которые надо читать для укрепления в вере и утешения, если кто из вас желает, дорогие друзья, можете хотя бы номера этих псалмов у себя отметить. В псалтыри даже можно заложить закладочки. И каждый день находите время почитать эти псалмы. 3-й псалом, 7-й, 11-й, 22-й, 24-й, 27-й, 38-й, 56-й, 61-й, 62-й, 69-й, 85-й, 90-й, 93-й, 97-й, 133-й. Эти псалмы, дорогие друзья, читаются именно во время тяжелых испытаний. Какие здесь слова, дорогие друзья? Какое здесь утешение? Вот даже я позволю себе зачитать вам хотя бы один из этих псалмов, и вы сами почувствуете, каким смыслом наполнены слова святого царя, пророка Давида. Не Богу ли повинеться душа моя от того бы спасение мое? Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижусь наипаче. Да коли належите на человека, убиваете все вы, я ко стене преклонения и оплоту возриновенну. Абачи цены мою совещаше отринуте, текоша в жажде, усты своими благословляху, в сердце же своим кленяху. Абачи Богу ли повинеться душа моя от того бы терпение мое? Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселюся. О Бозе спасение мое и слава мое, Бог помощи мое и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей. Излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Абачи суетни сыны человечести, лживи сынови человечести вмерил их, и же неправдывайте, тие от суеты вкупе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство, аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бога и двоя слышах за недержава Божия, и твоя Господи милость, яко ты воздаст и кому жду по делам Его. Вот такие очень важные, укрепляющие душу слова святого царя и пророка Давида. И в заключение, дорогие мои друзья, персонально тем, которые любят сейчас говорить, почему церковь молчит, почему во время той или иной ситуации, сложной, во время какого-то испытания, почему молчит в священначале, персонально тем хочется посоветовать. Найдите архипастерское слово митрополита Луки Криворожского и Мелитопольского. Архипастеря, который находится как раз в эпицентре очень тяжелого испытания, который, как никто другой, знает на самом деле, что происходит. Вот его слово, владыки Луки, от 15 марта сего года. Я бы мог сейчас вам отчасти его процитировать, но боюсь, что не смогу сказать так проникновенно и так пронзительно точно, как сказал сам архипастер. Найдите это слово, дорогие друзья, его в интернете найти несложно. И там владыка объясняет причину постигшего бедствия и указывает, где искать выход из нее. Обязательно найдите, почитайте. И да укрепит Господь нашу с вами веру, укрепит надежду, будем молиться друг за друга, и да помилует всех нас Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok